МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Активность граждан, их желание, намерение защитить свои права, свои законные интересы, это, наверное, один из критериев, которые позволяют судить о доверии общества государству. И, наверное, можно констатировать этот факт, что рейтинг прокуратуры в этом плане высок. Об этом свидетельствует не снижающееся количество поступающих ежегодно обращений в органы прокуратуры. Это количество из года в год либо увеличивается, либо не снижается практически на одном уровне. Это порядка 23 тысяч, 23-24 тысяч в год поступает обращений в органы прокуратуры Мурманской области. 23 или 24 тысячи обращений. Как часто они признаются обоснованными? Мы прекрасно понимаем. В одном случае обращение может быть связано с какими-то вещами, которые не относятся к компетенции органов прокуратуры. В другом случае обращение просто само по себе не обоснованно укаживается и оправда. Сколько все-таки находится в подтверждении обращений? Необходимо отметить, что не всегда поступающие обращения в органы прокуратуры остаются на разрешении. Из общего количества поступающих обращений, процентов 60 остаются непосредственно разрешенными в органах прокуратуры. Это в районах, городских, либо в аппарате прокуратуры области. И процентов 20-25 из числа разрешенных обращений, как правило, признаются обоснованными. Заявленные требования граждан удовлетворяются. Это практически каждое четвертое-пятое обращение, поступившее разрешенное в органах прокуратуры, признается обоснованным. Органами прокуратуры ежегодно и раз в полугодие проводится анализ таких обращений, в том числе и признанных обоснованными. То есть прокурорские работники анализируют ситуации, в каких же случаях, по каким вопросам граждане обращались, и их обращения признаны обоснованными. И, учитывая эти вопросы, в дальнейшем уже планируют свою работу, проводя какие-то определенные мероприятия в той или иной сфере, уже в порядке надзора. То есть анализируя ситуацию с характером вступивших обращений, прокуроры нацелены на то, чтобы впредь выявленные нарушения, по результатам рассмотрения обращений не допускались, а с этой целью проводятся надзорные мероприятия. То есть обращение – это не только помощь самим гражданам, но и также помощь органам прокуратуры? Да, конечно, безусловно. Это такое взаимовыгодное, можно сказать, сотрудничество, когда граждане имеют возможность защитить свои нарушенные права, обращаясь в органы прокуратуры и сообщая о тех или иных нарушениях. А органы прокуратуры, в свою очередь, получают такой сигнал и информацию о каких-то незамеченных нами нарушениях. И зачастую граждане в своих обращениях сообщают о каких-то актуальных, злободневных темах, которые остались незамеченными. И впоследствии способствуют как защите нарушенных прав, так и о предостережении каких-либо нарушениях. Из обоснованных обращений на что хотелось бы обратить внимание? Где чаще всего удовлетворяются обращения? Такого рода также мы проводим анализ, и это отражается в аналитических справках, в информационных письмах. И, к сожалению, да, вопросы практически остаются одни и те же. Также это нарушение трудовых прав работодателям. Несмотря на проводимую органами прокуратуры постоянную, полномерную работу по выявлению таких нарушений, вопросы эти остаются на самом деле злободневными. Это несвоевременная выплата заработной платы. Это граждане обращаются также с вопросами несвоевременного расчета при увольнении из того нового учреждения. И другие вопросы, которые требуют именно прокурорской защиты. Наиболее часто вопросами, требующими прокурорской проверки, остаются вопросы, связанные с нарушением жилищных прав, прав в жилищно-коммунальной сфере. Достаточно много обращений в прокуратуру пенсионных прав. Это связано в основном с исковыми заявлениями, которые предъявляют прокурору в интересах пенсионеров, которым отказывает пенсионный фонд в оплате, в компенсации оплаты проезда. Это достаточно много обращений, связанных с обжалованием действий и бездействия органов полиции. Это дознаватели, следствие, когда граждане не согласны с ходом расследования уголовных дел, не согласны с бездействием органов полиции. И, конечно, много вопросов другого характера. Очень широкий спектр обращений, которые рассматриваются органами прокуратуры. Какие есть полномочия у прокурора по результатам рассмотрения? Я имею в виду, когда обращение поступило, признано обоснованным, как может отреагировать прокурор? По результатам рассмотрения обращения прокурор вправе при установлении нарушения и предъявить представление в тот или иной орган, в котором указать на допущенные нарушения, указать на нарушения закона, законных интересов, прав граждан, и потребовать устранить выявленные нарушения и сообщить о результатах рассмотрения такого представления. То есть цель данного представления, внесенного в тот или иной орган, обеспечить исполнение, устранение нарушений и обеспечить дальнейшее исполнение закона и интересов и прав граждан. Довольно-таки часто применяется такая мера прокурорского реагирования, как исковое заявление в интересах граждан, в интересах муниципального образования, интересов субъекта Российской Федерации, предостережение и привлечение к административной ответственности, возбуждение дел об административных правонарушениях и привлечение к административной ответственности. Также применяется такая форма прокурорского реагирования, как протест. По итогам рассмотрения обращения, при наличии признаков состава преступления, прокурор вправе в порядке ст. 37 Уголовного процессуального кодекса направить материалы в тот иной следственный орган для дальнейшего уголовного преследования. Получается, прокурор может своими полномочиями внести представление, может направить исковое заявление в суд, предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом. Да, ст. 45 Гражданского процессуального кодекса предусматривает ряд полномочий, в каких случаях прокурор вправе обратиться. В частности, данная норма определяет прокурор вправе обратиться в суд за защиту в интересах гражданина, в интересах субъекта Российской Федерации, муниципального образования. Установлены некие ограничения. Прокурор вправе обратиться в интересах гражданина в том случае, если он признан недееспособным, если он в силу возраста и состояние здоровья, допустим, глухнем, не может самостоятельно защитить свои интересы, либо в интересах неопределенного круга лиц, когда невозможно определить лиц, которым следует признать истцами по делу. В таких случаях прокурор выступает самостоятельно по заявлению гражданина в интересах его в суде. Данные ограничения не распространяются на те случаи, когда в прокуратуру обращается гражданин по вопросам нарушенных прав в сфере трудовых отношений, социальных прав, допустим, охраны детства, охраны семьи и в других подобных случаях. То есть прокурор может обращаться вне зависимости от того состояния, в котором находится сам заявитель. То есть если поступила жалоба от гражданина на невыплату заработной платы, то тогда прокурор вправе свободно, спокойно обратиться в суд за взысканием этой заработной платы в пользу гражданина. Галина, теперь вот такого рода вопрос. Как правильно гражданину оформить обращение в органы прокуратуры и каким путем можно подать это обращение? Потому что мы видим сейчас, что мир меняется, много внедряется информационных технологий, но все-таки существуют определенные критерии, которые определяют способ получения этих обращений. Можно подробнее остановиться на этом вопросе? Данный вопрос урегулирован ведомственным приказом, организационно-распределительным документом, и согласно инструкции о порядке рассмотрения обращений, в органы прокуратуры разрешаются и рассматриваются обращения, которые поступают почтовым отправлением на адрес почтовой того или иного органа прокуратуры, телеграфу, по факсу, на личном приеме, через ящик обращения, ну и используя, как вы сказали, информационные технологии, это интернет-приемные. Интернет-приемные имеются на официальном сайте прокуратуры области уже более 8 лет мы используем этот способ. Мы усовершенствовали работу интернет-приемные, и теперь гражданин имеет возможность обратиться непосредственно в тот орган прокуратуры, который он желает, допустим, прокуратуру Октябрьского округа либо Кольского района, непосредственно в тот орган. То есть минуя прокуратуру Мужинской области? Да, это более скорый способ, не через аппарат, когда оно поступает, регистрируется, потом направляется в течение 7 дней, и это более длительный путь. Через ящик для обращений в каждом помещении прокуратуры, как ниже стоящих, так и в аппарате, установлены ящики для обращения граждан, которые находятся в доступном для населения месте и через которые могут направить граждане обращение. Ну и личный прием каждой прокуратуре в течение рабочего времени, за исключением выходных дней и перерыва на обед, ведется непрерывно личный прием граждан без предварительной записи, в порядке живой очереди граждане могут обратиться в органы прокуратуры. К руководству прокуратуры области, прокурору и заместителю на прием также граждане могут обратиться, но там ведется предварительная запись. Гражданину необходимо написать заявление, в котором указать, по какому вопросу желает он встретиться с руководством прокуратуры, какие вопросы он обжалует. И, как правило, граждане записываются те, которые обжалуют уже ответы заместителей прокурора, ответы руководителей структурных подразделений, ответы прокуроров районов, городов. Сейчас у нас большое, так скажем, такое применение получили, выездные приемы граждан, поскольку не все граждане в силу своего материального положения, возраста, опять же, какого-то положения определенного не могут попасть на прием. И в этой связи мы организовываем выездные приемы. Работа планируется на полугодие. График выездных приемов в отдаленной местности, допустим, город Кандалакша, Тирский район и так далее, они планируются на полугодие. График вывешивается у нас как и на информационном стенде, так и на сайте прокуратуры области. Можно узнать, в какое время года будет выездить тот или иной регион. И такие выездные приемы в отдаленной местности планируют и районные прокуроры. Я, например, могу рассказать, у нас прокурор Лавозерского района обеспечил прием в отдаленной местности, труднодоступной, Каневка, Краснощелье, где доступ туда только вертолетам. И прокурор на личном приеме получил жалобы населения такого характера, как отсутствие бесперебойного подключения электроэнергии из жилых домов. То есть там и да, использовался генератор, используется, и в определенные часы электроэнергия отключается. То есть в ночное время, в обеденное какое-то время электроэнергия в населенном пункте отключается. И изучив эту ситуацию, изучив проблему, прокурор обратился с исковыми заявлениями об обеспечении этого вопроса. И в настоящее время эти вопросы остаются на контроле. С учетом бюджета этот вопрос будет разрешаться, я думаю, положительно. Получается так, что прокуроры открыты к приему граждан. И прокуроры готовы всегда помочь, всегда сделать все возможное с точки зрения закона, для того, чтобы нарушенные права граждан были восстановлены. И этот пример действительно очень хороший, когда прокурор выезжает далеко, отдаленное поселение вертолетом, для того, чтобы обеспечить людей энергоснабжение. По сути, это так и есть. Когда не справляются технические специалисты, тут уже вступает в дело право, вступает в дело прокурор. Я считаю, что это очень наглядно. Мы побывали на приеме, который проводился прокурором Мурманской области, приемный президент Российской Федерации. Есть вот такая у нас запись. Галина, вы присутствовали там тоже на этом приеме. Скажите, вот этот вопрос, это тоже часто проходит? Прием? Да, приемы в приемный президент, руководители прокуратуры области, прокуроры, его заместители проводят на регулярной основе. По графику, который утверждается полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, как и все другие руководители ведомств нашего региона, правоохранительных органов, в соответствии с графиком, практически 4-5 раз в полугодие мы приходим в приемный президент для того, чтобы провести личный прием граждан. Вот она открытость, она доступность власти, доступность граждан к решению своих проблем. В том числе, путем обращения к первым лицам прокуратуры Мурманской области. Я могу засвидетельствовать это сам, потому что присутствовал там и съемка проводилась также в нашем присутствии. В продолжении темы о проведении личных приемов хотелось бы также отметить работу органов прокуратуры по защите прав предпринимателей. И в этой теме я бы хотела отметить также личные приемы предпринимателей. Имеется распоряжение генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича о проведении ежемесячно, каждый вторник, первый вторник месяца, личного приема предпринимателей. Это не означает, что они не могут прийти в любой другой день, но вот этот день выделен конкретно под вопросы предпринимателей. Можно повторить еще раз, чтобы наши телезрители запомнили, многие действительно смотрят вопросы. Да, это первый вторник каждого месяца в каждой прокуратуре, как и в аппарате прокуратуры области, так же и в каждой районной проводится такой прием. И наша задача в этот день как можно максимально помочь обратившемуся предпринимателю в защите его нарушенных прав. И в этой связи прием ведут специалисты, которые непосредственно в праве, в компетенцию которого входит разрешение этих вопросов. Ну и сейчас мы ведем подготовку к проведению общероссийского дня приема граждан, который будет проводиться 12 декабря в день Конституции по всей России. И прокуратура также примет участие в проведении этого личного приема граждан. Прием проводится с 2013 года по поручению президента Российской Федерации. Цель этого мероприятия, этого личного приема является обеспечить прием тем уполномоченным лицом, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращение вопросов. То есть если гражданин обратился, допустим, в органы прокуратуры, вопрос относится к компетенции, ну скажем, жилищной инспекции, да, то используя закрытый портал в этот день, имеющийся на интернет-ресурсе ССТУ, мы должны будем обеспечить в режиме видеоконференцсвязи, в режиме аудиосвязи сополномоченным лицом того органа, решение которого вот в поставленных вопросах входит в компетенцию. Ну и телезрителям я опять же открою маленькую тайну. Мы при подготовке этой программы побывали на тестировании этой системы и получили вот такого рода запись. Мы теперь увидели, что да, действительно существует программа, которая позволяет органам прокуратуры при проведении единого приема граждан в любой момент связаться с уполномоченным органом. Это не только органы прокуратуры, это могут быть органы Росреестра, органы местного самоуправления. То есть это очень удобный способ общения. Вот у меня сложилось впечатление, что это одно окно. То есть когда человек, приходя в орган, может получить помощь от любого другого органа. Но это касается не только обращения в органы прокуратуры, но и обращения в другие органы, потому что они, в свою очередь, также имеют такое же программное обеспечение и позволяет обеспечивать связь человека с другими уполномоченными лицами. Это очень интересное нововведение, я еще это называю нововведение, потому что 6 лет не такой большой срок для такой сложной работы. Скажите, вообще много ли поступало обращений, по которым органы прокуратуры реагировали? Были ли обоснованные обращения? Вот в этом случае? Да, вот именно при приеме граждан. В режиме видеосвязи. Вы знаете, поскольку органы прокуратуры еще участвуют в пилотном проекте, то есть вот это программное обеспечение, оно у нас работает в актуальном режиме ежедневно. И не только в этот день граждане обращались ко мне на прием и в другие дни. И вот эта система оказалась эффективна, когда вопрос, который был поставлен в обращении гражданина, он был в разрешении, в компетенции органа другого субъекта. И мы, используя эту систему, программное обеспечение, связывались с прокуратурой Краснодарского края, когда вопрос касался обжалования действий судебных приставов исполнителей Краснодарского края. И, на мой взгляд, вот, да, этот вопрос был разрешен скорейшим способом, тогда, когда у гражданина были наложены аресты на его счета, ошибочно его признали двойником. И вот, используя именно вот такой способ разрешения рассмотрения обращения, гражданин своевременно получил, так скажем, разрешение своего вопроса. Это очень хорошая, быстрая и качественная помощь. Да, да. Ну и у нас имеется в прокуратуре сейчас свое программное обеспечение, это используем мы видеоконференц-связь в работе, и вот это программное обеспечение мы в дальнейшем планируем использовать и в личных приемах. Если, допустим, у нас выезд запланирован в отдаленный какой-то район, скажем, ну, Тумба-Терский район, ехать далеко, да, и пока мы доедем, уже время у нас уйдет только вот на проезд туда и обратно. И чтобы, так скажем, обеспечить именно вот жителей поселка, отдаленного какого-то района, мы можем использовать и вот видеоконференц-связь с руководством прокуратуры, с работниками аппарата, чтобы таким образом обеспечить реализацию права на обращение любого гражданина. Все для людей. Да. Очень правильно. Хорошо. Вот по поводу оформления обращений все-таки. Есть какие-то требования жесткие к тому, как должно обращение выглядеть? Или это свободная форма? Ну, я вам открою, вам открою еще, может быть, тайну. Мы занимаемся со студентами в Гуманитарно-экономическом университете, и там создана юридическая клиника. Мы стараемся принимать бесплатно, конечно же, граждан, и если не возникает необходимость, студенты готовят обращения для этих граждан, ну, под нашим контролем, то есть людей, которые уже хотя бы занимались юриспруденцией. Так вот, все-таки от вас хотелось бы услышать, какие-то жесткие требования к оформлению обращения нет, или надо придерживаться минимальных требований? Это как в суде, вот я всегда сравниваю с судом. Вот есть требования 131 статьи ГПК, где четко прописано исковое заявление должно содержать то-то, то-то, то-то. Так ли это при обращении в органы прокуратуры? Ну, тут надо отметить, что за федеральным законом номер 59 о порядке рассмотрения обращений граждан РФ установлены определенные основные требования к обращению, к письменному обращению гражданина. Это указание наименования органов, в которые обращается гражданин, либо его должностное лицо, либо фамилия, имя отчество должностного лица. Указать свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, либо электронный адрес, куда должно поступить уведомление, передрисаться, либо ответ на обращение. Подпись и дата обращения, дата, когда обратился гражданин в тот или иной орган. Но работая с обращениями граждан, я бы, конечно, порекомендовал бы и другие какие-то вопросы, которые необходимо отразить. В первую очередь, суть обращения изложить. Она, конечно, излагается в свободной форме, но здесь надо, наверное, подсказать гражданам, которые обращаются и в органы прокуратуры, либо в другие ведомства, не только в органы прокуратуры. Это когда, где и что произошло. То есть указать, когда это события были, где они произошли, какие права нарушены, какие законные интересы затронуты тем или иным нарушением. И очень важно, когда гражданин указывает, куда он обжаловал эти действия. Важно это для органов прокуратуры, поскольку в соответствии законом о прокуратуре, мы не подменяем контролирующие органы. Если вопрос относится к компетенции другого ведомства, то мы вынуждены направить именно по компетенции. Поэтому гражданину очень важно указать в обращении, обращался ли он с тем или иным вопросом в тот или иной орган. И если он обращался, то указать, когда и какие ответы получены. То есть это будет важным при предварительном рассмотрении такого обращения. Ну и если есть возможность, приложить копии документов, материалы, имеющиеся по данному вопросу. Опять же, для быстрого рассмотрения этого вопроса. Здесь я тоже поддержу нашего гостя. Почему? Потому что если ты не видишь, из обращения не следует какое-либо нарушение прав или вообще непонятно, что написано, то, конечно, разрешить его намного сложнее. Иногда приходится и вызвать этого человека, чтобы с ним переговорить дополнительно или даже вообще приходится возвращать такого рода обращение, чтобы в нем было надлежащим образом изложено, что же все-таки хочет человек и что нарушено. Поэтому при подготовке обращений, если самостоятельно не получается у телезрителя, то стоит обратиться к знакомым, которые могут написать, либо получить квалифицированную юридическую помощь. Ну и еще один вопрос, который интересует телезрителей в первую очередь, это сроки рассмотрения обращения. Потому что каждая проблема для каждого человека, она важна. Естественно, что он хочет как можно быстрее, чтобы сегодня, завтра уже тот вопрос, который у него есть, он был разрешен. И только положительно для него. В соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан номер 59 и ведомственными организационно-распорядительными документами, деятельность которым регламентирована деятельность органов прокуратуры, обращение, поступившее в тот или иной орган, в том числе и в орган прокуратуры, разрешается в течение 30 дней со дня регистрации. Если обращение, поступившее в вопросы, не входит в полномочия, в компетенции органа прокуратуры, то оно в 7-дневный срок направляется в другой орган. И в обязательном порядке в этот же срок заявитель уведомляется на почтовый или электронный адрес. Имеются сокращенные сроки рассмотрения обращений. Это касается обращений в сфере миграции. Закон устанавливает для их разрешения 20 дней. И для их рассмотрения не 7 дней, а 5 дней. Если вопрос не требует изучения, не требует проверки, допустим, разъяснения какого-либо законодательства, то в органах прокуратуры такое обращение рассматривается в течение 15 дней. Ну что, я думаю, мы рассмотрели все вопросы, которые можно было и которые действительно могут быть интересны нашим телезрителям. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Уважаемые телезрители, вам спасибо за внимание. До встречи в программе «Рамки закона» в следующий вторник.